Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телеканала Видное ТВ, программа «Все грани меча». Какие чудесные матчи мы с вами посмотрели в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Чемпионат России перевалил за экватор, и уже новый второй круг начался в нашем первенстве. Ну и уже буквально совсем скоро мы будем смотреть матчи сборной команды России. Самый главный, наверное, в этом отборочном цикле – это матч со сборной командой Бельгии, где мы будем бороться за первое место в своей отборочной группе. В ближайшие 45 минут мы поговорим о футболе. У нас прямой эфир, телефоны вы видите на своих экранах. Подключайтесь вместе со мной, а также с Сергеем Буслаевым, Евгением Ворониным, Ильей Розенблат. Добрый вечер, друзья! Добрый вечер! Очень часто мы слышим, после того, как наши команды проигрывают в Лиге Чемпионов, мы очень часто слышим, что это не турнир для наших российских команд, что наш уровень – это Лига Европы. Последний тур, который прошел во вторник и в среду прошедшую, показал, что если с грантами, наверное, действительно нам тяжело бороться, то почему наши команды проигрывают далеко не грантам европейского футбола, пока непонятно. Давайте посмотрим результаты, которые у нас были зафиксированы в Лиге Чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» у себя дома проиграли. «Зенит» проиграл немецкому «Лейпцигу» со счетом 0-2, ну и «Локомотив» «Ювентус» 1-2, что называется, не смогли, не дотерпели. Жень, «Зенит» – «Лейпциг». За кого ты переживал? Да, за кого ты переживал? За наших, за «Лейпциг», это правильно. За «Лейпциг» я переживал, и наши победили. Скажи, пожалуйста, Илья, это «Зенит», ну это лидер нашего чемпионата, это команда, которая, скорее всего, станет чемпионом страны. В прошлом году была чемпионом страны и не может обыграть «Лейпциг»? Ну, во-первых, «Лейпциг» – очень сильная команда, и особенно последний месяц, то, что она выдавала в Бундеслиге, это не говорит о том, что «Зенит» на бумаге был сильнее «Лейпцига», скорее наоборот. Ну, конечно, мягко говоря, мы были удивлены, насколько «Лейпциг» легко в Питере практически разнес «Зенит», но тут, наверное, все-таки, я тут интересную штуку заметил. У «Зенита» в обороне играют три человека, которые по возрасту стольник набирают. Это Ракицкий, Жирков и Бронислав Иванович. И вот в матче с «Лейпцигом» это было очень сильно видно, насколько такие взрослые защитники просто никак не успевают за быстрыми нападающими и полузащитой. А сколько было Березуцким с Игнашевичем? Да, я тоже хотел сказать, сколько тоже сто лет было. Но играли-то они хорошо в последнее время. Ну, и, конечно, в последние годы, когда они эту соточку набрали, можно вспоминать игры с «Ромой», игры с «Баварией», с «Манчестер Сити», где тоже они не успевали. Там немножко были другие качества, за счет чего армейцы держались, может быть, чуть больше и чуть лучше, чем «Зенит». Но в целом именно в скоростных качествах была огромная разница, так же, как и в игре «Зенит-Лейпциг». Ну, Сергей говорил на прошлой передаче, что «Лейпциг» не подарок. Ты больше смотришь, наверное, чемпионат Германии. Ну, я, Зибин на Тюрли ходит, я на русский перевод. Немцы, я же говорил на прошлой передаче, это немецкая команда. Немцы всегда играют очень слаженно и надежно в обороне, в атаке, и выполняют функции. Машина, да? Да, как машина, будем говорить. Плюс у них новый молодой тренер, 34-летний. Неплохой. Немцы идут на втором месте, да, они сейчас в чемпионате Бундеслиги. Но в третьем, по-моему, точно они были в прошлом туре. Да, где-то были, вот даже вторым они шли какое-то время. Вот. И плюс, с Ильей совершенно согласен, все европейские команды, вот мы посмотрели все чемпионаты, это Кубок Лиги Европы, Лига Чемпионов. Европейские команды, чем переигрывают наши, они переиграют скоростью. Наш чемпионат очень медленный, очень медленный. А почему? А я не знаю, Олег, почему наш чемпионат такой медленный. Играют практически пешком, а потом выезжают в Европу, и смотри, их перебегали просто. То есть, ты видел, Лейпциг прибавлял, как только Лейпциг прибавлял, правильно я сказал, все. Зенит подсаживался сразу. Вот, пожалуйста, победа 2-0. Посмотрите, все-таки как Лейпциг держал мяч. Катался, и точные передачи какие. Да, да. А это не только Лейпциг. Я тебя опять верну к этому. Не, ну я говорю, что мы все привыкли к Барселону или еще кто-то. А здесь еще тенденция стала германией. Даже с Ювентусом сравни, у них действительно больше было бы точных передач у Лейпцига, чем у Ювентуса. То есть, с Ювентусом были потери, даже у Криштиана Рональду не пошла игра. Не пошла, его заменили даже. И поэтому показатели превосходят. Я говорю, вот это лакомство бумажка, вот наши клубы выходят в Европу, и все сразу становится ясным. Все, ничего не спрячешь, ничего не спрячешь. Ни за судьями, ни за физической подготовкой, ни за чем. Все сразу выползает, как говорится. Ну и стиль игры, все-таки европейские команды практически как в шахматах есть стиль, когда ты пытаешься, не знаю, не ферзем бегать, как Матадора с крясной тряпкой, там пугать и себя больше, потому что могут поймать. А сильные игроки, передовые, как бы все в бой, все фигуры в бой, и там что-то придумывают, какие-то интересные жертвы, атаки. Так и европейские команды, в отличие от российских, играют как бы большим числом людей в атаке. А вот Зенит и ЦСКА, это не те команды, которые как бы все-таки очень большой крен. Сначала в обороне строго, а потом в атаке как-нибудь успеть, как-нибудь какую-то атаку, контр-атаку. Я с тобой полностью согласен. Дело в том, что, допустим, ЦСКА, переводы Березовского и Игнашевича, они все-таки были скоростными защитниками, как бы это ни шло. А сейчас в ЦСКА играет все тройка защитников, Диэй, Карпов и Магнуса. Магнуса, да, они медленные. И так же в Зените, там неважно, сколько им на 100 лет, они медленные. Бросается в глаза, что даже когда армейцы играют с Испаниолом, команда, которая замыкает турнир таблицы в Испании, они все равно, если уже выдвигаются в атаку, то практически всей командой, так или иначе. Плюс смотришь общую картинку, там чемпионаты Испании, прям видно, все время какие-то взаимодействия, все время какие-то ложные движения, какие-то открывания, два, три, четыре. И у нас один открывается, опа, туда пошла передача, все остальные стоят. Я к твоей речи добавлю один штришок. Ты заметил, все команды играют, пасы вперед идут. При атаке там нет перепасов, наши болеют этим. Начинаются поперечные, а то и назад передачи. А я вот отвечу. Давай. А потому что в российском футболе сформирован, и я еще помню, со времен давным-давным-давнишним, примерно Бородина, если не знаешь, что делать, отдай пас Игнашевичу. Ну да, да. Потому что в каждой команде есть игрок, есть свой Игнашевич. Не знаешь, что делать, отдай Игнашевичу. Не знаешь, что делать, отдай Кристиану. Тогда подготовка защитников в Европе или в другом мире настроена на том, чтобы они отдавали передачи первой. Отдать первую передачу, которая приведет голу. Сколько мы раз забивали? Так Игнашевич отдает, допустим, на Дзагу, а Дзага передает еще кому-то, и вернется. Еще нет. На нападающего и забивается. То есть голы забиваются в три паса. Они вот в это перепасованы. Знаете, с чем, может быть, связано? Такая интересная мысль мне пришла в голову, что в Испании, например, многие тренеры рассказывали, что у них нет такого жесткого деления с детства, что все, ты там в пять лет начал нападающий играть, все, ты нападающий. Их, наоборот, заведомо на какой-то период даже талантливого нападающего поставят в оборону, чтобы он там набирал с опыта, навыков, и набор защитников туда. Поэтому у них и защитники могут ударить, и пас отдать. В общем, есть как бы такая моторика взаимозаменяемости. Ну, кстати, вот таким методом пользовался как раз и Лобановский. Он сказал, что у меня нет защитников, нападающих, и подзащитников. У меня все. И защитники, и нападающие. Они поэтому и берут эту систему Лобановского. Она же известна, и появилась. Многие в Европе. Да, в Европе, конечно. А у нас со времен Евсеева, понимаешь, голы не главное. Да. В футболе разогласен. Согласен. Ну, если уж говорить, «Зенит» проиграл абсолютно по делу. По делу, абсолютно. Вот абсолютно по делу проиграл «Зенит». Абсолютно ничего не показал при своих болельщиках. По-моему, был чуть ли не полный стадион. Но если мы говорим о «Локомотиве», то тут, конечно, немножко не повезло. Да, «Локомотив» смотрелся, наверное, не самым лучшим образом. Но и неплохо, учитывая, что играл он все-таки с итальянским «Ювентусом». И я вот не помню, с кем-то, по-моему, я обсуждал эту историю еще до передачи, когда комментаторы начали уже там за пять минут до конца матча говорить, «Локомотив, молодцы, все, шикарная игра, вы сделали результат». И за две минуты получили. Ну, слушай… Вот я очень не люблю, когда комментаторы так начинают говорить до окончания матча. Это у них есть такое. Но я говорю, что отдать должен «Локомотиву», мне было приятно смотреть. Приятно. Действительно, я вот переживал, да, Кость, привет тебе, да, переживал я за «Локомотив». Но, скажем так, может быть, не хватило опыта, потому что надо было… Явно, что… Кто забил, я не помню. Вот этот товарищ, который забил второй мяч, да, он же… Дебала? Да. Его надо было сразу либо рубить до подступок штрафного мяча, либо позже. Ну, действительно, хороший проход сольный, таких у нас в чемпионате… По-моему, там «Челлини» самый, по-моему… Да, да, да. Он сейчас последний матч забил тоже, он за «Венцович». Дорогой игрок, по-моему. Не, просто я говорю, либо надо сразу срубать его на углубровке. Я считаю, нет, Жень, там «Локомотиву», конечно, хорошо, было тяжело. Тактику Юрий Павлович правильную выбрал, потому что против «Венцовича» играть в открытую нельзя. Все правильно, играл в закрытую. Ошибки вратаря, я даже скажу больше, даже в двух мячах можно даже обвинить его. Ну, в втором поменьше, в первом точно. Ну, все равно, да. Там, ну, я с вратарями опять разговаривал, они говорят, опять позиция не та. Ну, это их там вратарские дела. Вот. А по… Ну, а первый мяч? Ну, первый, ну, первый что обсуждать-то? Ну, все обсуждать-то, Олег, все видели. С «Ювентусом», друзья мои, с «Ювентусом» пропускают такие мячи, когда ты должен быть просто вот оплотом надежности. А теперь прикинь ситуацию. Как он объяснил? Я вратарь. Криштиану… Я даже себе страшно с ней не могу… Зато объем ворот я займу большой. Зато, да. Да. Ну, смотри, Криштиану Роналду давно не забивал с штрафных. Да. Теория заговора. Вратарь ставит к определенной сумме денег, да, что Криштиану забьет со штрафных. Ну, я, конечно, шучу. Ну, Гилерман объяснил-то по-другому. Он же говорит, что якобы у него уже мозг, да, он же думал уже, как выбивать мяч. Он уже думал, я его поймал, сейчас выбью, а еще мячик-то… А ты посмотри, был такой момент в матче ЦСКА, не помню, играл. То ли последний матч играл с Сочи, то ли с Ференцварешем, да. И вот Акинфеев точно так же, но здесь он выставил как-то то ли руку, то ли ногу. И вот точно так же он не поймал мяч. Вот один в один был копия. Ну, и плюс… Это говорит, что это неудобный. Сколько у него было в свор ворот ударов, два или три где-то, да, за весь матч? Тоже… Ну, мог бы сцепиться, я согласен, то, что при такой тактике это нормально, нормально. То есть, забили, да, Миранчук забил, можно было доиграть до конца матча, дотянуть на счет. Ну, нет, все равно, я думаю, что… Ну, 90 какая… Южа включился. Да, было 92-я, по-моему, там 3-я была, да. Просто не повезло. Ну, там игрок действительно мирового класса, мне очень понравился. Гол красивейший. Гол красивейший просто. Даже бесспорно. Красивейший. К сожалению. Ну, что ж, вынуждены констатировать, что ни «Зенит», ни «Локомотив» не смогли противопоставить своим соперникам практически ничего. И, естественно, с каждым проигранным матчем шансы на то, чтобы пройти дальше, уменьшаются и уменьшаются. Ну, а каковы они? Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас образовалась в группе «Локомотива». «Ювентус» обеспечил себе выход в следующий раунд. Все, «Ювентус» уже в весне. «Атлетика» еще не обеспечил, но, в принципе, да, близко к этому. Ну, и «Локомотив» и «Байер», как это, наверное, и предполагалось, да, что «Локомотив» и «Байер» будут бороться за третье место, за выход в Лигу Европы. Сереж, так какие шансы нам еще с «Локомотивом», ой, «Байеру» и «Локомотиву» встречаться между собой? Нет, ну, шансы есть, и хорошие шансы. Победа и «Локомотив» на третьем месте. Да, да, да. Третье место, я думаю, взять «Локомотив» вполне по силам. Не было бы действительно таких вот ляпов, потому что, я думаю, Юрий Павлович Семин, он опытный тренер, и построит тактику именно так, чтобы взять эти очки. Но, как сложится матч, вот видите, тоже могут быть разные варианты. Хорошо. «Локомотив» и «Байер» все-таки, за счет чего «Локомотив» может… Кстати, они где играют? Нас дома? Или… В Москве, в Москве. В Москве, по-моему, уже играют, да? Да, первую там играли, да. Да, и победили, причем «Байер» там. Да, да, да. Это единственная победа, три очка. Три очка – это «Байер» и «Байер». Вот они, это единственная победа. Бери еще и выходи на третье место, все. За счет дисциплины играю. Я думаю, что… Это тоже немецкая команда, не будем забывать. Да, да, да. Я думаю, что Павлович должен отреагировать на это и примет правильное решение. Хорошо. Тогда смотрим группу, в которую у нас играет «Зенит». Там тоже ситуация примерно такая же. Но единственное, что ни одна из команд еще не обеспечила себе выход в Лигу чемпионов, весеннюю стадию. «Лейпциг» 9 очков, «Леон» 7, «Зенит» 4 и «Бенфика» на последнем месте 3. И «Зениту» еще встречаться, если мне память не изменяет, с «Леоном» и с «Бенфикой». Да? Как раз прямыми конкурентами. Прямыми своими конкурентами. Либо за второе место в Лиге чемпионов, либо за третье место в Лиге Европы. Ну так что, о «Зените» группа-то не самая сильная. Ну все в руках «Зенита». Все-таки если «Локомотиву» будет достаточно тяжело бороться, максимум это третье место, если реально смотреть на вещи. При том, что следующий матч фактически может и закончиться. Если проиграют «Байеру», то все четвертое место. А то «Зенита» все в его руках. Надо обыгрывать «Леон» это им по силам. И последний матч бомбический. Можно ждать игру в Португалии. Ну вот смотрите, «Ювентус» уже все себе, ничего не надо. Играют они с «Атлетико». «Ювентус» играет, да? «Атлетико» набирает очки, обеспечивает себе выход в Лигу чемпионов. И последняя игра с «Локомотивом». Ну мы такие все болельщики, надеемся как всегда только на это. Что уже «Атлетико» ничего не надо. Выставляет второй состав. И «Локомотив» берет хотя бы ничейку. Олег, можно по-другому посмотреть на ситуацию. Смотри, «Локомотив» обыгрывает «Байердом», «Атлетико» не выигрывает «Ювентус». И в последнем туре «Локомотив» борется за вторую строчку. Да, еще может вторую строчку. Да, это интересно. Расклад по разному. Хорошо. Уговорили. Ну так у нас еще и «Зенит» может… Второе занятие. Даже первый может еще занять по теории. Ну что ж, конечно, будем переживать, болеть. Очень хочется, чтобы наши команды играли весной в Лиге чемпионов. Ну а мы переходим к Лиге Европы. Там тоже у нас не все в порядке. Хотя Краснодар, а я передачей 2-3 назад говорил об этом, что Краснодар свои позиции должен восстанавливать. Итак, давайте посмотрим, как закончились матчи. ЦСКА Ференс Варыш 0-0. Не было здесь забитых мячей. Ну и Краснодар второй раз за этот турнир выигрывает «Трабзон Спорт» со счетом 3-1. Друзья мои, что происходит с ЦСКА в Лиге Европы? Не получается по результату. А по игре последние три игры, в принципе, выиграны все три. На мой взгляд. По игре, по игровому все три матча выиграны. Даже с «Испаньолом» 0-0. Даже с «Динамо» выиграны. Вот так получилось. Ну, мы будем надеяться, что все-таки последние игры «Армейцы» как будто бы вышли из своего золотого октября, который каждый год на нас находят. И как-то вроде стало что-то получаться. Посмотрим. Жень. Ну, мне, да, мне, скажем так, порадовало то, что все-таки Гончаренко поменял состав. И у нас в опорной зоне играли два других. Биол играл и играл… Бистрович. Бистрович, да. Поэтому совсем по-другому игра смотрелась. Оставляет желать, конечно, лучшее что-то в Европе. Худо-бедно. Если мы выиграем два матча, я думаю, что все возможно. Мы такие оптимисты. А для чего? Нет, кстати, есть вполне реальные шансы с семью очками выйти из этой группы. Если посмотреть, там даже не теоретически, там, то есть, математики там никакой нет. «Армейцы» должны выиграть свои матчи. Выиграют два матча и все. Да, но «Лудогорец» играет в ничью. И все. И все. «Лудогорец» выиграет. Ну, тогда все. Тогда ЦСКА даже может вообще не ездить на эти матчи. Как говорится, скажем, до свидания. Но мы еще посмотрим. Краснодар. Сергей. Краснодар выправил ситуацию. Он сейчас идет на третьем, но делит очки со вторым местом. У нас Хитафи. И, естественно, ему еще играть и одну игру дома, и одну игру на выезде. Краснодар тоже начал просыпаться от какой-то октябрьской спячки? Не знаю. По крайней мере, дома, при своих зрителях, полном стадионе практически, трапезон спором, он сыграл свою игру, и потенциал у команды большой, но разочаровал трапезон спор. Я думаю, конечно, будет борьба более такая интересная, но как-то беззубо очень как-то вышел трапезон играть. А то, что они второй состав выставили, ну, и там полуторный, скажем так, состав. Какая разница? Им уже все, видимо. Ну, такие задачи у них. Бороться надо все равно, это Лига Европы, я думаю, что... Ну, выиграли-выиграли, молодцы, я считаю, что три очка набрали. Трапезон спор явный аутсайдер, ну или очков. Ну, да, я говорю. В этом плане Краснодара достаточно тяжело. Нет, одну очков у них. Одну очков. Да, они у Хитафи дома в ничью сыграли. Немногим больше, то есть у Краснодара фактически минимум четыре очка нужно набирать в оставшуюся игру. Ну, давайте посмотрим... Мы с Турцией братья-близнецы. Вы что, турецкие команды, неважно, играют в Лиге Европы, в Лиге Чемпионов, и наши команды не особо блещут. Провалились, провалились. Согласен, согласен. Давайте посмотрим турнирную таблицу, которая у нас в группе Краснодара. В базе 10 очков, но тоже еще не обеспечил себе выход в следующий раунд. Хитафи и Краснодар по 6 очков, ну и действительно отстает от всех. Трабзон спор выделяется, да, набрал всего лишь одно очко, ничья дома с Хитафи. У Краснодара, как говорится, все вот оно, все в его руках. Все карты в руках. Да, все карты в руках, и, естественно, болеем, переживаем. Ну и давайте посмотрим таблицу, которая у нас в группе УЦСК. Там, ну, конечно, можно смело сказать, там либо позор-позорище, либо, ну, ничего, в следующем году обязательно все исправим. Лудогорец 1 очко, да? Да, Испанье у нас на первом месте. Команда, которая занимает последнее место в Испании. На первом месте. На первом месте в Лиге Европы. Лудогорец, да, Лудогорец у нас 6 очков, Ференс Варыш 5, и ЦСКА одно вымоченное очко в Венгрии в последнем матче сыгранное. Я не знаю, честно говоря, что должно произойти, чтобы ЦСКА вышел в следующий раунд. Хотя, может быть, ну, честно скажем, может быть, пускай отдохнется ЦСКА от Европы. Ну, наверное, да, наверное, через загрузку нужно сделать немножко, я думаю, да. По крайней мере, выходить раньше из отпуска не надо, там, в феврале. Ну, да, просто в прошлом году было дважды обыгран Реал, поэтому немножко надо и отдохнуть. Кстати, я ждал ротацию в игре с Ференс Варышем, не знаю, Женя, ты как? Ожидал, что будет такой боевой настрой на победу? Да, нет, я ожидал, что будет, но, видишь, не получилось немножечко. Потому что забивать надо. Да. Забивать надо то, что надо бы забивать. И Чалов имел моменты, и Лудов, все, и Сангурзаны, и так далее. Много кто имел моменты, но, знаешь... Позиционная атака в армейцев проклевывается, я хочу сказать. Нету, да, просто завершения. Согласен. Почему еще мы говорим о том, что жалко, что наши команды проигрывают? Потому что мы уже стремительно идем вниз. Стремительно падаем в рейтинге УЕФА. И сейчас давайте мы посмотрим, а потом обсудим, как бы, да, и эту историю. Я думаю, что многие болельщики со стажем, скажем так, разбираются, что, почему и как. У нас на первом месте Испания, да, которая имеет такой приличный разрыв, там, более 10 очков. И навряд ли кто-то их догонит, там, ближайшие, не знаю, 3-4, а то, может быть, и 5 лет. Англия уверена на втором месте, там, чуть меньше аж 20 баллов отрыва, да. И дальше у нас Германия и Италия, ну, примерно, примерно идут они вровень, там, 63-61. Это можно еще отыграть примерно за сезон где-то. Франция. Франция не достанет Италию, но и Португалию вверх не запустит, потому что они где-то посередине. Мы занимали в начале этого розыгрыша шестое место. Спасибо. Шестое место, да, и это давало нам 3 команды в Лиге Чемпионов и 3 команды в Лиге Европы. Сейчас мы опустились на седьмое место, а это значит, мы теряем своих представителей в Лиге Чемпионов. То есть уже будет 2 и 3, соответственно. Причем упали-то мы достаточно прилично. Мы вели у португалицев, наверное, баллов так 3, по-моему, если мне память не изменяет. А сейчас уже больше чем, ну, на полтора балла стоим. А все из-за чего? А все из-за чего? Все понятно. ЦСКА. ЦСКА стало, скажем так, сложно одной команде бороться в Лиге Чемпионов, Лиге Европы, зарабатывать очки. А другие команды не помогали. Вот в итоге у ЦСКА спад, у России спад. Ну, еще плюс, Олег, добавить, сейчас они же делятся, очки заработаем на количество команд, участвующих в розыгрыше. И у Португалии 5 команд начали участвовать в розыгрыше, они делят на 5, а наших делят на 6. На 6. Да, и у нас получается... И у них осталось 5-5. Да, и очки делятся, и меньше очков в копилочку падает нам. И понятно. Поэтому тяжело, ты сказал правильно, будет тяжело догнать, я думаю, даже в этом сезоне вряд ли. Но давайте все-таки... Нет, в этом сезоне понятно. Нет, я имею в виду, что это же будет представительство 2021-2022 года. Это через еще. То есть в следующем году мы все равно еще будем играть 3-3. А у 2021-2022 уже можем... 2-3. 2-3. Совершенно верно. Ну что ж, пожелаем нашим командам, естественно, побед, пускай набирают очки. Ну а португальцам, ну пускай они теряют очки, по крайней мере в Евросезоне, в Лиге Чемпионов, в Лиге Европы. Ну, хочется, чтобы наши все-таки остались на шестом месте. Ну а мы переходим к Чемпионату России. Второй круг стартовал. Прошел 16-й тур. Ну и сразу смотрим результаты, которые были зафиксированы после финальных свисков судей. Итак, Ахмат-Урал 0-0. Рубин, Динамо-Москва. Динамо-Москва наконец-то побеждает в Казани. Давно этого не было. Болельщики, как говорится, дождались. Ростов, который был до этого тура на втором месте, проигрывает команде, которая была до этого тура на 16-м. Последнем месте проигрывает дома 1-2. Спартак реле Советов. Спартак достаточно спокойно, академически выиграл у Крылышек 2-0. Оренбург, Уфа 0-0. Арсенал, Зенит 0-1. Ну, я думаю, что все ждали от Зенита, может быть, чуть большего. Сочи, ЦСКА. Самый густо забиваемый, скажем так, матч. Веселый, да. Ну и Локомотив, Краснодар. Центральный матч тура 1-1. Сереж, давай начнем с Динамо. Действительно, сколько лет не побеждала Динамо? 13 лет. 13 лет? В Казани. В Казани, ну, конечно. На выезде. На выезде в Казани не побеждали 13 лет. И вот Казанская проклятия. Кстати говоря, по-моему, ЦСКА тоже... А мне вы всегда побеждали, по-моему, в Казани. Нет, в Казани... В Казани все было как раз плохо. Да, всегда было плохо. Я вот сколько помню... Всегда хорошо дома, всегда проигрывали. Да, согласен. Да. Об игре. Давай поговорим об игре. Ведь Динамо... Ну, Динамо... С новым тренером набирает очки. Да, кстати, он сейчас избавился от приставки ИО. Он сейчас теперь действительно главный тренер. Уже назначили. Вот. И он этот матч проводил уже в качестве главного тренера. И четыре матча, которые он провел как главный тренер, команда два матча выиграла, два матча сыграла в ничью. То есть, она не проиграла ни одного матча. Она два матча сыграла на ноль. Мало пока забивает, но очки набирает. То есть, сейчас нужны и очки. Сейчас действительно немножко перестроил оборонительную линию. Нападение немножко по-другому там играет. В общем, интересные задумки. И интересный тренер. Я уже говорил на прошлой передаче, что разбирает все команды. В общем, интересно. И команда, видимо, поднимается потихоньку вверх. И сегодня выступал наш владелец клуба. Сказал, что будет увеличиваться финансирование, скорее всего, с следующего года. И ему нравится, как сейчас тренер тренирует. Поэтому дали ему возможность пока проявить себя. Заключили контракт до конца сезона с ним. Именно до конца сезона. Но с оговоркой, это сам Новиков сказал, что с оговоркой мы договорились с руководством. Если на Новый год они захотят поймите тренера, он возражать не будет. Но сейчас наступает такой период у «Динамо», что игры с клубами, которые находятся в верхней части. В пятерке. Там «Локомотив», «Ростов» и «Зенит», кажется. Три матча будет таких очень напряженных. И вот здесь надо себя показать. Мы посмотрим. Как говорится, опять вернемся к этой лакусовой бумажке, как «Динамо» будет выглядеть на фоне этих клубов. Если ЦСКА, ну, так получилось, да, как Женя говорит, ЦСКА должен был выиграть, но проиграл. Но вы клиенты, как и мы были у Рубина. Вы наши клиенты. То здесь будет действительно интересно посмотреть, что Новиков придумает. Главное не было, чтобы удаление вот таких вот потерь. Ну, хотя скамейка вот неплохая, да. Вот даже сегодня отметил опять же. Сирюш, тогда скажи, ответь такой на вопрос. Значит, все-таки проблема была в тренере. Да. Потому что Новиков-то он особо-то… Ну, Новиков, да я тебе расскажу, почему Новиков. Нет, я говорю, что звезд с ним не хватает. Не хватает. Но команда из Рейдера по-другому, да. То есть, Михаил Сержин просто говорит, что не Мауриньо пришел в «Динамо». А кто знает, Олег? Мы же не знаем, как приходят. Ну, как вот 34-летние в Лейпсике сейчас тренируют. У нас тоже вот молодые тренеры. Нет, я почему говорю. Может быть, команда действительно сливала? Ну, нет. Жень, не сливала, но обстановка была нехорошая. Сейчас, говорит, обстановка всем другая. Вот они все заявляют, все игроки, что совершенно другой. Говорят, и тренировки по-другому проходят. И общение между игроками стало другое, понимаешь? А тренер, почему? Он выигрывал в 2014 году. Он с молодежной командой «Динамо» выиграл клубный чемпионат. То ли мира, то ли Европы. Врать не буду. В Манчестере проходил. Это в Англии. И у них там, я сегодня даже фотографию специально зашел. И там вот, который играет сейчас в основе Грулев. Молодежь вот эта, которая с ним была. Он их знает, эту молодежь. И я надеюсь, что он будет их подпускать потихоньку. Будет подпускать. Он в интервью сказал, что да, есть и сейчас. Говорит, очень хорошая молодежка, которая идет на первом месте. В чемпионате у нас в России. Поэтому, говорит, будем как-то варьировать. Но он не может это сделать, потому что ты видишь, какая скамейка у «Динамо». Ты посмотри запас. Можно спокойно выпускать и играть. То есть, запасные игроков достаточно… Да, да, да. В месезонье… Я даже думаю, что зимой будут немножко избавляться. Зимой и к лету. Потому что будет новый лимит же, во-первых, с весны. С нового чемпионата. Сколько? Восемь у нас, да, кажется? Восемь. Ну, и месяц в заявке. В заявке. Восемь. Сейчас не будут считаться не на поле, а будут считаться в заявке. Мне кажется, сейчас у «Динамо» побольше игроков, чем восемь. И сейчас я читал, что и Краснодар тоже будет по этому пути идти. Потому что у Краснодара очень много играет иностранцев. И, скорее всего, тоже будут они это продавать зимой. Или зимой, или ближе к лету. Так что я рад, что пока не сглазить. Потому что я вот вспоминаю тот чемпион, как Хохлов пришел, помнишь? И «Динамо» всех называли второго «Барселона». Я помню, спать ложился. И говорю, господи, хоть бы не сглазить. Хоть бы они подольше так поиграли. Хоть бы продлилась эта сказка. Что «Динамо» такие болельщики-то. Они все время ждем, ждем, ждем чего-то. Переживаем. И тут… Но, кстати говоря, вот то, что четыре игры, две победы, две ничьих. И «Динамо» сразу на 11-м месте. И три очка от «Спартака», который на шестом. Три очка всего от шестого места. А шестое место, извини, как ты сказал, еще имеешь шанс, команда заняла шестое место, участвует в Еврокубках. Конечно. Конечно. Если обладателем кубка станет команда, которая будет играть. Кстати говоря, все шансы. У нас есть. У нас там и «Зенит», и «ЦСКА». Скорее всего, так и будет. Давайте переходим к матчу «Сочи» и «ЦСКА». Действительно, матч получился интересным. Многие болельщики, по крайней мере, армейского клуба, называют «Сочи» таким дублем, филиалом «Зенита». Не армейские болельщики, это все так называют. Ну, не знаю. Тогда можно и «Оренбург» такое же называть. У них тоже «Оренбург» и «Газпром». Если действительно по игрокам брать, то составы играет бывший игроков «Зенита». Хорошо. Но, тем не менее, получается, что обвиняют в том, что команда «Сочи» играет так активно против прямых конкурентов «Зенита». Ну, не исключен в себе факт. Дело в том, что не обязательно можно просто пообещать премиальные за конкретные матчи. Не обязательно продавать или покупать. Да просто пообещать компенсацию за хороший матч. Но я думаю, что у игроков «Сочи» действительно состав-то очень приличный. Я говорю, что все боевые такие единицы. Не знаю, почему они на последнем месте карабкаются. Ну, вот я не знаю. Ну, вот играли. Что касается «ЦСКА», да, вот не опять же после Будапешта, да, тренер все-таки поменял, убрал из центральной опорной зоны Ахметова, да, и игра совсем преобразилась, совсем стала по-другому. И любишь статистику, вот скажу тебе, один секрет раскрою этого матча. Да, можно покрупнизить. Можно покрупнизить. Все, поехали. В этом матче единственный игрок «ЦСКА» сделал 100% точных передач. Кто это? Ну, наверное, Акинфильев. Неправильно. Бистрович. 100% он сделал, по-моему, там то ли 48 передач и все точные передачи отдавал. Да ладно, 48. Ну, я тебе говорю, ну, посмотри, нет, он, как игрок, сделал 48 точных передач из 48, то есть 100%. Олег, проверь, пожалуйста, после этого. Я обязательно проверю эту историю. Ну, на самом деле… Ну, надеюсь, мне можно доверять. Ну, конечно, да. И, конечно, и судейка там, скажем так, не очень хорошо судил, как показалось, да, потом по трибуном помещении… Жень, после «Зенита» ты знаешь как-то это… Да, да, да. Не, ну, откровенно, мяч попадает в руку на глазах у бокового, который смотрит вот так вот… А у вас вара не было там, кстати? Нет, вара не было. Вот. И назначают, грубо говоря, назначенные ворота пенальти в наш, да, но таких вот моментов, которые там случилось, да, но таких матчей после каждого углового, ну, штук по 10, по 15 можно в пенальти ставить. С другой стороны, на «Олимпийском» сегодня в Сочи не было ни вара, ни камеры сверху, около углового флажка. Согласен, есть такое. Не было? Это есть, а когда нет. Хорошо, хорошо, ты говоришь, что судьи там могли ошибиться в эпизоде с пенальти, не факт, что они его не дать пенальти могли, но давайте честно признаемся, мяч-то вышел, когда ЦСКА забивал второй мяч. Скорее всего, скорее всего, мяч вышел. Думаю, нет, но в динамике это увидеть было невозможно. Нет, в динамике, конечно, не важно, но когда повтор показывали, мне все-таки кажется, что, ну, если уж быть честным до конца, то вышел. Но такой мяч, который забил после этого Обляков, ну, блин, ну, если вот такие мячи выходили бы чаще в матчах, не обязательно там матчи с ЦСКА, там или что, просто вот из-за таких вот моментов, пускай выходит мяч, но такие мячи должны украшением матча быть. Ну, конечно, рад за Федора Чалова, который забил просто сумасшедший мяч, просто. Я не знаю, как вот. Может, прорвет. Может быть, прорвет, но вот этот вот удар, передача опять Облякова и слета удара, ну, выше всяких похвал. Тут уже, это именно мастерство уже. Ничего не могу сказать. Мастерство не мастерство, но мы чуть позже будем говорить о сборной команде России. Чалов у нас опять не попал в состав. Как и Ахметов, который последний год, я не знаю, это вот, ну, мне кажется… Не Ахметова, подожди, вызвали его. Да, вызвали его. Вызвали, разве я? Ну, такая информация прошла, что он до вызвали. А, до вызвали. Все, тогда понятно, да. Потому что, ну, честно скажу, Ахметов сдал. А я знаю, что тебе ответить, Олег, почему он сдал. Потому что год назад он принял решение все-таки играть за сборную России, а не так давно появилась информация о том, что игроки СНГ не будут считаться легионерами. А что Ахметов расстроился, он бы мог играть за сборную Кыргызстана. Это, мне кажется, самое расстройство такое. Ну, Олег, по Апочалову, Апочалов будет играть в молодежки. Молодежки, да. Ну, что ж, пока по возрасту позволяет. И он там будет играть. Может, даже это плюс, понимаешь? То есть, он точно будет в основе молодежки. А в сборной, я не уверен, при Дзюбе, чтобы Чалов вышел на поле и будет сидеть, как Шунин, третьим вратарем. Хорошо, мы, естественно, об этом поговорим и о Дзюбе, и о Чалове. И, ну, давайте о Дзюбе, как игроки Зенита. Давайте. Ведь вся игра Симака и как тренера, и вообще как команды Зенит строится исключительно на Дзюбе. И Черчесов идет по этому же пути. Или нет? Согласен. А Дзюба Азмун сейчас вот действительно такая ударная, самая сильная связка нападающих в нашем чемпионате. Но! Вот мы обсуждали матч Лейпциг-Зенит. Что сделал Лейпциг? Лейпциг закрыл этих игроков. Просто тупо взяли. Они посмотрели, я думаю, матч. Ну, тренер, естественно. И он закрыл этих игроков. И все. Атака Зенита стала беззубой. То есть, больше не было… Ну, Жирков еще, да, вот там обостряет. Он молодец. Сколько ему? 36. Он все еще бегает там, да? Как молодой. Как заведенный. Вот Жирков. Ну, там Ерохин еще вышел. Есть такие игроки. Но они могут решить. Но не факт. А здесь два игрока закрыты, и все. Вот тебе, я не знаю, как в сборной. В сборной, допустим, с бельгийцами играть. Бельгийцы закроют дзюбу, и что дальше? Мне кажется, сборная немножко другая история. А там защитники какие, да, играют в Бельгии. Спокойно могут закрыть. И что делать в сборной, я не знаю. Поговорим еще об этом. А, кстати говоря, вот какая история мне, как говорится, явилась на днях. Насколько поменялась в командах система, образующая игроки? Раньше в Зените Халк и Витцель. В ЦСКА, там, не знаю, Карвальо и Вагнер, да? В Спартаке, там, не знаю, Велетаны, Промессы, как там, Моцарты и так далее, и так далее, и так далее. А сейчас, посмотрите, нету игроков иностранных, которые определяют игру команды. То есть, мы перешли либо на уровень... Да, на уровень... Футболисты приезжают более низкого качества. Более низкого качества. Либо наши игроки стали немножко подниматься. Нет, Олег, подожди. Если они стали подниматься, значит, они должны быть системообразующими игроками. Да, они ими являются. Дзюба, системообразующий игрок Зенита? А Змун кто? Семообразующий игрок. Он тоже на нем... Смотри, сколько он голов забил. Согласен. Тоже... Но он же не... Он иранский, иранский. Ну, это мы можем спорить. И Асдоева, там, и Ерохина мы вспоминаем. Жиркова, да. Игрок сборный, да. Да? Не, ну вы берете таких игроков, ну, побольших таких, топовых. Возьми маленьких, пожалуйста. Мы тебе разрешаем. Они есть, но, грубо говоря, возьми того же Влашича. Не говорю, что он прям супер топовый игрок. Влашич, Влашич. Возьми того же Карвалия, который мог что-то придумать и сделать. Что есть, Жень? Нет, я тебе просто говорю, что, понимаешь, игроки, которые сейчас играют в чемпионате, они, ну, менее вкусные, что ли. Олег был прав. Ты вспомнил этот чемпионат, когда играли. Вот Карвалию в сети, там, в любой команде, да и даже в Динамо, там, пускай они там звезд не хватали, но какие игроки играли. Даже в Анжи. Да, в Анжи, да. В Анжи, да. А после Анжи они в Динамо половину перекочевали. Да, в Каштине, в Биллиане. Да, были игроки такие, имена были какие. Действительно, в каждой команде, там, да, они были системы образующие, на них и люди ходили смотреть. Ну, сейчас, да, сейчас немножко падает, падает. Я думаю, будет падать, кстати. То есть, да, мы понимаем, что сейчас российские игроки больше имеют влияние, значение на результат своей команды, чем это было там еще пять лет назад. Широков правильно сказал, его задали вопрос, говорит, почему наших игроков так мало, говорит, едет вот сейчас в ЦСКА там вроде как Чалов обижался, что не продали его там куда-то в Англию. А он говорит, а потому что спрос маленький. Надо показать себя, действительно, если бы кто-то игроков покупал бы в России, я думаю, поехали бы молодые с удовольствием. Сейчас, глядя на Головина того же, который шикарный гол забил. Так у нас сейчас и сборная играет два игрока. Черышев, который всю жизнь прожил в Испании. И Головин, все, больше нету. Нет, Головин вроде даже как хочет купить ПСЖ, насколько мне слово. Ну, это сейчас будет слухи зимы ходить. ПСЖ, Головина хочет купить. А, Головина, я уж подумал. Да там много список, у него же давно идет все это. Нет, просто человек старался, да. Да нет, нашел свой клуб, я думаю, пускай играет. Остальным надо просто больше работать. А представляешь, рядом с игроками, которые сейчас играют в ПСЖ, а там действительно собраны. Представляешь, насколько с ними его огранка уже по-другому начинуться. А он будет выше классом. Конечно. Чем профессионально. Чем с нами деревяшками играют. Как же Черышев, он же воспитанник школы Ереала. Он же выходил, он же потом из молодежки попал в основной состав, но там ему сказал тренер, говорит, ты не пробьешь, на твоем краю играет Роналду. А за Роналду еще кто-то сидел там, говорит, ты российский игрок, ты иди в аренду, уходи куда-нибудь, поиграй. Но все равно это чемпионат Испании, как Илья сказал, это все-таки с чемпионатом России не сравнить. Согласен, абсолютно согласен. Последние, например, заключительные слова по ЦСКА. Пуганчаренко. Это он взбодрил команду? Потому что он слова-то, кто видел, тот знает, какими словами судья. Это же было при команде? Это он команду взбодрил? Или все-таки эту эмоцию подбодрил? Итак, анонс, эксклюзив и прочее, только на Видное ТВ, нигде эта информация не проходила, в прессе нигде. Но из, скажем так, из кулуаров, потихонечку буду говорить. Нет, не Рахимович, другие представители, скажем так, что после одного матча был разговор между Гинером и командой. Не тренером и Гинером, да? А с тренером... Гинер встречался с командой, разговаривал с игроками. После этого пошли матчи с Зенитом, с Варышем, да, и матчи с этим. Может быть, это как раз и повлияло на результат команды, которая даже сейчас эксклюзивная. Вот это я даже не знаю, как сейчас это все оценить, переварить. Но это не проходило в информациях нигде, ни в СМИ, нигде ничего. Теперь пойдет. Если будут цитировать. Если, конечно, смотрят с играми мяча на Видное ТВ, то я думаю, что... Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим турнирная таблица, которая у нас сложилась после 16 туров. Зенит начинает отрываться, друзья мои. 36 очков, и у ближайших преследователей всего лишь 31-30-30-30. У них же нет Вилкова. Да. Спартак с 9-го места прыгнул сразу на 6-е, но отрыв пока еще 9 очков. И говорить о том, что Спартак поборется за первую пятерку, пока, наверное, оснований нет. Ну и нижняя часть турнирной таблицы. Как я уже сказал, Динамо за счет победы сразу вылетела на 11-е место. И, в общем-то, отрыв, даже если не до Спартака, но до 7-го места всего вообще 1 очко. 1 очко, да. Давайте, скорее всего, в большей степени, чтобы не улететь в первую лигу. Хотя Тамбов может в эту дверь. Тамбов может, 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 может. Друзья мои, ну и... Так вот 4 очка до переходных матчей. Да. Ну и буквально у нас уже совсем скоро, на этой неделе, сборная собралась. И давайте посмотрим, какие матчи у нас планируются, соответственно, сборной России. 16 ноября, в субботу, друзья мои, мы играем с Бельгией за первое место, за первое место в своей отборочной группе, что дает нам надежду на хороший посев на чемпионате Европы. Ну и Сан-Марина-Россия. Этот матч, скорее всего, сборная команды России будет играть на Дзюбу. Потому что Дзюбер, надо, да, забить там 3-4-5 мячей, и он станет лучшим бомбардиром нашей сборной. Друзья мои, естественно, болеем за нашу команду, переживаем, удачи. Ну и, как всегда, болеем за своих. Ну а пока, пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok